Необычная композиция. Большая часть пространства в полумраке. По словам автора, он символизирует исторические пласты, по которым несутся персидские всадники. Сами работы скорее вне времени и даже пространства. 11 картин, малая часть серии под названием «Шелковый путь». Вдохновение пришло в середине 90-х годов с первыми поездками в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток, где сильно влияние традиций, поэтому есть много живописных уголков, где люди живут так же, как и сотни, а то и тысячи лет назад. Я иногда себя пытаюсь останавливать, а все равно мозги там. Бесконечная тема. Сочность, красота костюмов. Я же смотрю не столько на какие-то именно национальные признаки, а сколько на историю вообще развития костюма, например, как цивилизации, развития цивилизации. Мне интересно попадать в какое-то нейтральное время, которое могло быть и 2000 лет назад, и 2000 лет вперед. Флейтисты в легкой дымке. Она кажется осязаемой. Если присмотреться, то из нее проступают лица. Техника создает дополнительное ощущение физического пространства. Здесь тонкое переплетение абстрактной и классической живописи. Погонщик верблюдов, та же абстракция и немного символизма. Специальная техника позволяет передать, например, динамику бушующего моря. Масляные краски наносятся, затем смешиваются прямо на холсте, кистью, мастихином или даже руками. Я начинаю работать абстрактно. То есть размешиваю краски, разбрасываю по холсту, потом их упорядочиваю, потом привожу в порядок, чтобы это, с одной стороны, было динамично, с другой стороны, чтобы это было равновесие и чтобы какой-то цвет преобладал. На выставку пришли ценители искусства по приглашению галереи. Вера Филимонова – художник-любитель. Одна из работ, которую она отметила особо, при том, что каждая картина вызывает у нее свои неповторимые эмоции. Цветовое решение, пространство, композиционное, интересно выполнено. В основном эмоции – нравится, не нравится. Вот мне нравится. Мне очень нравится, я в восторге, и поэтому здесь сложно говорить. Я не такой профессионал, чтобы какие-то детали обсуждать. Работы Валерия Блохина приобрели музеи по всей России – от Красноярска до Москвы и Краснодара, а также Сочи. Их можно увидеть в Германии, Чехии, Турции, Хорватии, галереях Шри-Ланки и Перу. Александр Ребекко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.